Привет всем, я Лика Антоненко и сегодня я бы хотела поздравить всех девушек с 8 марта. Международный женский день. К сожалению, первоначальный смысл этого дня как борьба за равные права отпрошен на второй план. И на сегодняшний день 8 марта позиционируют лишь как праздник весны, женственности и нежности. Очень важно понимать, что проблем неравенства никуда не делись и говорить о них необходимо. В этом видео я затрону лишь малую часть тех проблем, с которыми женщины сталкиваются ежедневно, а также расскажу, что предпринимается и чтобы ситуация стала лучше. Обществом до сих пор порицается жертва изнасилования. Очень распространено мнение, что именно жертва спровоцировала насильника. Виноваты ее поведения, внешний вид. На федеральных каналах транслируется очень много передач, которые укрепляют это мнение. По статистике за 2016 год было вынесено 967 обвинительных приговоров. Эксперты считают, что статистика сильно преуменьшена и отображает лишь десятую часть от реальной ситуации. Женщины не идут в полицию, боятся порицания и за свою безопасность. Стоит сказать, что для оказания поддержки жертв изнасилования существует множество благотворительных фондов. Также проводятся различные лекции и выставки, направленные донести, что жертва не может быть виновата. Для примера была проведена выставка, на которой экспонатами послужила одежда, в которой были жертвы в день изнасилования. Эта выставка наглядно показала, что от внешнего вида ничего не зависит. Домашнее насилие. По статистике в России ежедневно 36 тысяч женщин терпят побои со стороны своих мужей. Ежегодно в результате домашнего насилия гибнут от 12 до 14 тысяч женщин. В России действует более сотни кризисных центров и убежищ для женщин, переживших насилие. Также есть благотворительный фонд, телефон доверия, бесплатное приложение для смартфонов, которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия. До сих пор существует неравенство на рабочих местах. В России на аналогичных должностях женщины получают на 30% меньше, чем мужчины. До сих пор на законодательном уровне женщинам запрещено заниматься рядом профессий. Их более 400. Для примера, в России женщины не могут принимать участие в тушении пожара, когда, как в США, в тушении пожаров участвуют более 6 тысяч женщин. Причем 150 из них руководят работой пожарных частей. Также в этот список запрещенных профессий входит машинист, бульдозер, моряк, рыбак и многие другие. До сих пор на девушек очень сильно давят стандарты красоты, и которые активно навязываются модными течениями. До сих пор в рекламных кампаниях присутствует сексуальная объективизация женщин. Проблем, с которыми сталкиваются женщины, можно перечислять очень много. Но важно отметить то, что ситуация действительно постепенно становится лучше. Необходимо поднимать эти проблемы, обсуждать их. И когда же, если не в Международный женский день? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok